Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Футбольное обозрение и я, Евгений Минархович. Как мы обещали, начинаем анализировать сезон 2020 года. По традиции, по окончании сезона мы встречаемся с главным тренером нашей главной команды футбольного клуба «Славия Мозырь». И в спокойной обстановке нашей телевизионной студии с Михаилом Алексеевичем Мартиновичем получилось, как нам кажется, самое обстоятельное интервью из всех, что были в исполнении этого воспитанника мозырского футбола. В свое время замечательного игрока, теперь главного тренера профессиональной команды столицы Парижа, который мы поздравляем с завершением сезона 2020 года. Сезон, который начинался, как и в каждом виде спорта, с прессезонного периода и формирования состава. Спасибо Тун за поздравление, что поздравили нас с завершением сезона. И действительно, наверное, сейчас пришло время вспомнить, как он начинался. То есть, в любом случае, Новый год, либо там что-то завтрашний день, он всегда приносит что-то новенькое, что-то интересное. И поэтому мы тоже с надеждой, наверное, еще в более лучший результат смотрели в этот сезон. Начало сборов при комплектовании команды, то есть все получалось достаточно то, что планировали. Опять-таки же, благодаря и, наверное, спасибо, можно сказать, руководству провели сбор за рубежом в Турции, причем очень качественный сбор. То есть, там у нас были все условия для того, чтобы мы показывали положительный результат. Так как проходили сборы, как проходили спарринг-партнеры, то есть все это, ну, так скажу, настраивало на такой положительный, хороший, добрый лад. То есть, и на уверенность, что чемпионат мы стартуем достаточно уверенно, войдем, то есть не было никаких опасений. В принципе, то, что и получилось, да, то есть мы стартовали великолепно. Мы прошли стадию Кубка, обыграв БТ, мы обыграли Брестская Динамо. Но, к сожалению, такие моменты, как травмы, не обошли нас стороной в этом сезоне. И если выдать на ура такой старт, обыграв, я говорю, практически всех лидеров чемпионата, то в дальнейшем получился небольшой спад. Это за счет, конечно, травм футболистов, ведущих. Опять-таки же, очень большая нагрузка выпала на одних, так скажем, 11 человек. Поэтому где-то не хватило, наверное, немножко ротации. Поэтому произошел такой небольшой спад. А так, по дальнейшему, если так смотреть, по дальнейшему, когда все, так скажем, восстановились, пришли в строй, ну, команда опять вроде как набрала ход, но опять же пошли переносы матчей. Что, ну, опять-таки же, негативно сказалось, наверное, на определенных результатах нашей команды. Наша команда по ходу сезона провела немало ярких матчей. Но были игры, где Славе и Мозырь уступала, не полностью раскрыв свой потенциал. И что особенно обидно, неудачи были с командами, которых подопечный Михаил Алексеевич и Мартинович вроде бы и должны были обыгрывать. И напротив топ-клубы зачастую были биты Славе и Мозырь. Парадокс? Я больше склоняюсь все равно, что есть объяснение определенного характера. Но сейчас еще я не могу точно дать ответ, почему так происходит. Будем искать, будем искать в первую очередь в себе. Потому что, ну, на самом деле, выдавая на ура игры с лидерами чемпионата, и хотелось бы, наверное, и логично можно было бы предположить, что уже там команды равные себе по классу, либо там, которые ниже уровня уступают нам, мы должны их вроде как обыгрывать. Но теми интересен футбол, что фавориты они только на бумаге. На поле уже решают сами команды, и результат он непредсказуемый. Но почему именно вот такая вот тенденция у нас? Мы разберемся обязательно, сделаем выводы, сделаем анализ, чтобы в будущем как можно меньше на этом терять, скажем, очков, баллов. Волнообразный график выступления Слави Мозырь в сезоне. Следствие неопытности команды как таковой, то есть недостаточной сыгранности игроков друг с другом, их способности демонстрировать свой лучший футбол на протяжении всего перенства. Ну, я не скажу, что уже неопытность команды, да. Тут, наверное, так вот если сказать, наверное, где-то может быть моя вина, да, в том плане, что происходит ротация, она в любом случае должна быть. То есть я отталкиваюсь от тренировочного процесса, кто как выглядит именно в тренировках. И поэтому сегодня, например, играло 11 человек стартового состава одних. Через неделю это не факт, даже если это положительный результат, через неделю это не факт, что будут играть те же люди. Просто в любом случае есть тренировочный процесс, от которого отталкиваешься. И здесь неопытность не футболистов быстрее всего, например. Здесь, может быть, ну, мое видение где-то вот мешает. Возможно, можно было бы рискнуть и поставить на результат, так скажем, на тех людей, которые сделали результат в предыдущей игре. Но я включаю свое видение, да, и делаю ротацию. Возможно, это где-то, может быть, тоже влияет на какой-то определенный результат. Это возможно. Опять же, будем разбираться. А так, я бы не скажу, что команда неопытная. Команда не боится. Самое главное, что она ничего не боится. И самое главное, что она играет до конца в любом случае. И то, что эти вот качели у нас были начало, потом где-то спад, и концовка опять на ура выдается, это только говорит о том, что у команды есть хороший характер, да, у команды есть определенные цели и задачи, которые она хочет выполнять. Как можно понять из вышесказанного постулат «победный состав не меняют» уступает принципам спорта, где лучше на тренировках в данном случае завоевывает право на место в основном составе своей команды. Конечно. Только в тренировках, по сути, да, победный состав не меняется, есть такой стереотип. Но в любом случае футбольная команда – это не 11 человек. Это вот в нашем, например, лице, это там 22-25 человек даже. И каждый из футболистов, каждый из ребят рвется, он хочет доказывать, что он готов играть первых 11. Поэтому здесь тренировочный процесс, где ребята выкладываются и показывают свою мощь, свое желание, свой азарт. Поэтому здесь делается выбор, правильный либо неправильный этот выбор, но уже потом показывает результат. А здесь только в тренировках, все только через тренировки. Наверняка непросто создать хороший коллектив. Команда в полном смысле этого слова и здесь не на последнем месте человеческие качества футболистов, тренеров, их порядочность. Ну, в первую очередь, это человеческие качества, они обязаны быть. Неважно, все мы люди разные, у каждого свой характер. Кто-то там холерик, кто-то флегматик, кто-то наоборот очень сильно импульсивный. Но это не говорит о том, что ты не должен быть человеком. Человеческие качества на первую очередь, то есть всегда надо оставаться. Насколько сложно управлять такими людьми? Ну, наверное, не сложно, если люди объединены одной целью. Если у людей есть цель, и мы вместе к ней идем, тогда это становится просто. Тяжело, когда тяжело, тогда, в принципе, и выявляется, да, и проявляется там, ну, нехорошее, так скажем, качество определенного характера. Но, слава Богу даже, можно сказать, и это одно и то же составляющее комплектования команды, это что у нас такого нет, что человеческие качества у нас, в принципе, наверное, на первом месте. В нынешнем сезоне достаточно много игроков пополняло профессиональную команду «Славия Мозырь». Приходили как молодые, так и опытные футболисты, и доводилось, слыша скептические мнения, мол, лучше бы наигрывали доморощенных футболистов, а не переглашали игроков со стороны. Селекция, она происходит круглогодично, так скажем, да, и понятно, что есть удачные трансферы, есть, ну, к сожалению, случаются и неудачные трансферы. Что касается начала сезона, да, то есть все устраивало, все было хорошо, но, опять-таки же, команда достаточно много пропускает голов, то есть причина, ну, соответственно, это, понятно, это командная игра, но, опять-таки же, это есть люди, которые отвечают за оборонительные действия, это в первую очередь защитники. И здесь по ходу, по ходу уже в середине сезона, то есть увидя то, что мы достаточно много пропускаем, в любом случае, ну, мне как тренеру надо делать анализ, почему это происходит, то есть мы очень много уделяем этому времени на тренировках, оборонительным действием, но ошибки получаются одни и те же из игры в игру. Поэтому приглашение в линию обороны более опытных футболистов, там, может быть, они возрастные, ну, напрашивалось, наверное, само собой. И те люди, которые пришли, это и Павлючик, да, это потом уже в дальнейшем более опытный Павлючик, в золотом, скажем, соку этому Драк и Шестиловский, они, в принципе, я считаю, что усилили, в команду, ну, в оборонительных редукторах. Но, опять же, там определенные моменты, это и болезнь, это и травмы, ну, не удавалось играть им, вот, закрепиться. Что касается других приобретений, да, то это молодые ребята, ну, если честно, я вот, например, не вижу, чтобы у нас такие вот, с таким уровнем мастерства, пока, которое есть потенциальное, да, то есть перспектива мастерства. Ну, у нас мало таких футболистов, это сугубо мое личное мнение, да, то есть как тренера со своей точкой видения футбола. Вот, они и были приглашены, по сути, на перспективу, на перспективу, потому что наш состав, он будет омоложаться, он будет изменяться, видоизменяться это в любом случае. Поэтому те футболисты, даже вот легионеры, они были приглашены на перспективу. Из наших молодых местных, условно, да, ну, наверное, на сегодняшний момент нет футболистов, ну, либо слишком молодые футболисты, это там 2004 год, который перспективно, там 2003 год есть ребята, но они не готовы играть еще, ну, в моем понимании, в высшей лиге. Возможно, в более степени можно было бы уделить, и надо было бы, наверное, уделить больше игрового времени, выделить больше игрового времени это Полозу и, соответственно, Кривошееву Диме. Но на позиции этих футболистов, двух позиций этих футболистов, играют, ну, в моем понимании, более мастеровитые футболисты. Это и Нарх, да, это и тот же Максим Слюсар, если что касается крайних полузащитников, это и Барсуков, и Чухлей, и тот же Костров, да, это середина поля. Поэтому, как мы выше заметили, да, качели, то есть начало, потом вроде как у нас было такое барахтание между, даже вплоть до выживания, здесь все равно ставится на опыт. Ну, надо было ставить на опыт, ну, и, в принципе, мы, ребята эти, и выполнили свою работу. Надеюсь, что эти молодые ребята, наши, особенно местные, вот, сейчас отдохнут, начнется предсезонный цикл, где будет, опять-таки же, каждый доказывать. Я надеюсь, что они проявят себя в полной красе и мере, чтобы завоевать место в стартовом составе, соответственно, ну, либо место в первых 18 заявках. Конечно, в идеале профессиональная команда должна пополняться собственными воспитанниками. Но неимоверно сложно удержать талантливого мальчишку. Когда знаменитые клубы приглашают его под свое крыло, а ведь селекционеры просматривают футболистов юношеский команд довольно внимательно. И с ранних лет порой ребята не в силах удержаться от заманчивых предложений со стороны. Ну, это сложно, действительно, наверное, сложно. Но это больше вопрос, наверное, все-таки к делу молодежного футбола. Я просто слежу за ребятами, ну, и, видя их старания, то есть, где-то может подстегивать. Все остальные вот эти вот нюансы, они, конечно, существуют, и это проблема. Ну, большая для, вот, например, даже для нашего мозорского футбола. Потому что, действительно, талантливый мальчик, он заметен сразу, и его очень легко, ну, на данный момент забрать, украсть, либо как это можно по-любому выразиться. И либо, можно сказать по-другому, очень тяжело будет удержать его у нас. Ряд причин. Это просто звонок родителям, опять-таки же, академии, там, другие условия, там, обещания, все. Поэтому честь и хвала нашим молодым тренерам, то есть, и опытным тренерам, которые вот с молодежью работают, она у нас есть. Есть и очень хорошая молодежь. Вот, опять-таки же, просто надо, наверное, еще более протерпеть, употребить там им терпение, внимание. Вот, да, тем более сегодня у нас уже построена, так скажем, инфраструктура, да, это искусственное поле, где можно тренироваться, это есть залы. То есть, условия, они приобретают хороший такой макет, да, то есть, где еще больше, больше, больше можно там доделывать, и оттуда уже потом спрашивать ребят, например. Вот поэтому, там, заманивать ребят, их воспитывать. Благодаря нашим, я говорю, и молодым, и опытным тренерам, я думаю, что все это, ну, на правильном пути, и у нас еще больше талантливых появится молодежи. Мудреной задачей для Михаила Алексеевича станет лимит, который будет действовать в чемпионате страны 2021 года, когда на поле должен будет играть постоянно, как минимум, один футболист в возрастной категории не старше 1999 года рождения. И, пожалуй, только Глеб Шевченко, которого еще надо удержать в команде, может с полным правом претендовать на место в основном составе Слави и Мозырь в соответствии со своим мастерством, а не благодаря регламенту. Это вот, на самом деле, вот сейчас для меня это большая проблема. Большая проблема, потому что действительно, что надо 99-й год и младше футболисты. Как я сказал выше, да, то есть младше, это может быть и 2003-й, 2004-й год, но это ребята еще достаточно молодые, сырые, то есть они не подготовлены для таких больших игр, скажем. Что касается 99-го года, там, 2000-го того же года, ну, к сожалению, у нас на сегодняшний момент нет таких футболистов. Есть это вот Полос, да, вот Шевченко, Глеб, удержим мы его, либо не удержим, это все будет уже зависеть, ну, и от меня в частности, и от руководителей нашего клуба. Вот, но то, что таких футболистов должно быть, ну, минимум 6, например, да, там, именно этого возраста, это факт, потому что давайте учитывать болезни, давайте учитывать карточки, давайте учитывать травмы, да, давайте учитывать, там, не знаю, даже вызовы в сборную, если это недостойно, а у нас, вы знаете, вызывались и Шевченко, и там вот Малькевич, которые за наш клуб играли. Вот, поэтому здесь надо, где их набирать, ну, как я выше сказал, наверное, у нас есть и в Мозере-то их там 2-3 человека сегодня, которые готовы где-то приступить к работе с главной командой. Все остальное, это, наверное, мы будем все-таки искать, наверное, да, так, либо аренда, либо, может быть, искать свободных игроков. Ну, такая проблема существует, и, ну, решаем и будем решать. Традиционный вопрос для данного периода – формирование состава. Есть ли футболисты Славьи Мозере образца 2020 года, чей уход изменит лицо команды столицы Полесья? И кого по итогам завершившегося сезона хотел бы отметить Михаил Алексеевич? Ну, во-первых, начну с последнего, да, кого можно отметить. Я не сторонник кого-то выделять, нет у меня, например, таких приоритетных футболистов, которые вот-вот. Поэтому я хочу в любом случае отметить всю команду. Ребята, как бы ни было тяжело, либо там все бывает – это футбол, это спорт, это жизнь. Но ребята, честь и хвала, до конца выдержали то, о чем мы договаривались. Поэтому, наверное, пускай и не тот результат, который был в том году, но достаточно положительный результат все равно мы в этом году, так скажем, завоевали, заслужили. Что касается приобретений и либо потерь, либо продлений, сейчас это вот самая горячая стадия. То есть в любом случае будут и приобретения, будут и продления, и будут и потери. Сейчас говорить конкретно фамилии, да, ну, наверное, я не могу, потому что с каждым из футболистов на сегодняшний день ведется диалог, ведется переговоры на предмет, как я говорю, и продления, также на предмет приобретения и на предмет расставания. Поэтому все это будет, естественно, это нормальный футбольный процесс. Как долго он затянется, либо как быстро это все произойдет, ну, это уже расставит время, так сказать. Продолжение этой беседы с главным тренером футбольного клуба «Славия Мозырь» Михаилом Алексеевичем Мартиновичем в нашем следующем футбольном обозрении. Надеюсь, вам будет не менее интересно, чем это было сегодня. И, дорогие друзья, занимайтесь футболом в любую погоду, поддерживайте футбольный клуб «Славия Мозырь». А на сегодня это все, с вами был футбольный обозрение Евгений Монархович и Олег Фиснер. До новых встреч! Субтитры подогнал «Славия Мозырь»